Добрый вечер, с вами программа «Политика» и я Наталья Мораль. Как и обещала, мы продолжаем цикл программ, посвященных политической альтернативе в нашей стране. Граждане Молдовы разочарованы правящими партиями и ждут чего-то нового. Что нового готовы им предложить партии, которая сегодня не представлена в парламенте, мы сегодня попытаемся узнать у представителей так называемого социал-демократической платформы. Так правильно называется эта структура. Итак, мы говорим с представителями трех партий, поэтому только продолжаем это обсуждение. Мы будем приглашать сюда представителей всех партий, которые сегодня не представлены в парламенте. Я приветствую в студию Марина Леводару, председателя партии прогрессивного общества. Добро пожаловать. Виктора Шелина, председателя социал-демократической партии. Добро пожаловать. Добрый вечер. Как всегда, Ольга Николенко, политический комментатор. Надеюсь, она всегда будет со мной в этих программах, посвященных политическим альтернативам. И Михаил Петраке, председатель Центрического союза Молдовы. Добрый вечер. Добрый вечер. Прежде чем будем говорить о том, что означает ваша платформа, что вас объединяет, что вас разъединяет, хочу задать простой вопрос. А вообще, с чего вы взяли, что Молдове нужна политическая альтернатива, господин Шелин? Я понимаю, что об этом говорят все опросы общественного мнения, но вот ваше мнение как гражданина Республики Молдова. Ну, я не думаю, что когда вы задаете вопрос, что нужна политическая альтернатива, вы имеете в виду, что нужна новая партия. Вы, наверное, полагаете, что речь идет о ожиданиях других. То есть, все, что сегодня предлагает правый сегмент политического поля, который продвигает идею вступления Молдовы в Европейский союз, или левый сегмент, который продвигает идею вступления Молдовы в Таможенный союз, это выбор геополитический, но ни одна из этих партий не предлагает некую новую модель устройства государства в социально-экономическом плане. Ваша партия предлагает это? Безусловно. Сам факт того, что три партии приняли решение объединиться на идеологической основе, на основе социал-демократической политики, говорит о том, что мы отказываемся от геополитического выбора, мы отказываемся от каких-то программных задач каждой партии в отдельности, и в виде итогового документа договора о создании платформы, мы сосредоточились на принципиальных вещах, которые будем продвигать как образ новой Молдовы. Вы создали эту платформу 4 августа этого года. С тех пор прошло уже больше трех месяцев даже. Больше трех месяцев. За это время вы что успели продвинуть? Цель заключения договора нашей деятельности, в первую очередь, заключается в том, чтобы мы довели к сведению граждан, что есть третий путь развития страны. То есть мы занимаемся сегодня просвещением. Мы сегодня гражданам разъясняем суть наших идеалов. Идеалов социал-демократии по молдавским лекалам. А как часто вы встречаетесь с людьми? Ну, партия прогрессистов каждый четверг проводит встречи с гражданами и консультации. А вы? Мы, безусловно, тоже. Вы же знаете, что мы на прошлых парламентских выборах шли в блоки выбор Молдовы таможенный союз. В основном сторонниками нашей партии являются граждане, которые продвигают идею вступления Молдовы в таможенный союз. Но ввиду заключения договора между тремя партиями, мы сосредоточились на неких других ценностях. Поэтому мы сейчас в первую очередь, среди членов партии, проводим работу, объясняя, какие программные задачи в последующем мы будем продвигать в составе созданного блока. А вообще каково это, когда до прошлых выборов вы объясняли члену своей партии? Почему правильно идти в таможенный союз, а сейчас вы их уводите в другое направление? Нет, мы никуда не уводим. В другое направление. Позиционирование, вступление Молдовы в таможенный союз – это политтехнологическое позиционирование. Оно не исключает наши ценности в части экономического развития страны, социального развития страны. Потому что путь в сторону таможенного союза – это только путь, где быстрее можно заработать было денег в Молдове. А основные задачи заключаются не в том, чтобы заработать. Но вы ничего такого не говорили, господин Шеллин. Потому что если вас сейчас слушает кто-то из ваших симпатизантов, он подумает, ага, раз нам господин Шеллин говорил в прошлый раз, идем в таможенный союз, значит, это была просто политтехнология. И если ему по пути в таможенный союз предложат больше денег из Евросоюза, он быстренько повернется в то направление. Я не только в вашей передаче, но и на других телеканалах говорил о том, что если мы сегодня производим черешню, то на севере нашего континента, в России, ее не производят. Значит, туда нужно продавать эту черешню. А во Франции ее не нужно продавать, потому что там ее производят. То есть таможенный союз – это рынок сбыта. Мы производим то, что они не производят, и можем предложить, они производят то, что нам нужно – лес, металл, газ. То есть мы – рынки, которые нуждаемся друг в друге. Поэтому наша идея вступления в таможенный союз – это не идея вступления в государственное образование. Это идея вступления в экономическое сообщество стран. Чтобы здесь завершить, вы временно отказались от этой риторики? Или, как нам понимать, социал-демократическая партия на сегодняшний день продвигает вступление в таможенный союз или нет? И вам, и членам нашей партии, и сторонникам нашей партии нужно понять следующее. О том, что три партии социал-демократической доктрины приняли решение отказаться от предложения обществу о геополитическом выборе. Или таможенный союз, или Европейский союз. Мы сосредоточимся на внутренних проблемах нашей страны. При этом гарантируя гражданам, что мы будем организовывать взаимовыгодные отношения как с Европейским союзом, так и с таможенным союзом. Мы будем работать в рамках свободной торговли с Европейским союзом и в рамках договора свободной торговли с таможенным союзом. Мы сосредоточимся только на решении экономических задач. Почему? Потому что в стране, где все бедные, невозможно жить лучше. Поэтому задача номер один – это развитие экономики страны. Вашим коллегам, спасибо большое. Господин Ливодаров, вы видите себя политической альтернативой? Если да, то почему? Я лично, возможно, нет. Я имею в виду вашу партию. Послушайте, Наталья, во-первых, я хочу поблагодарить за приглашение. Для нас это принципиально важно, и зрители должны знать. Очень важный момент для будущего нашего государства, что средства массовой информации играют главную роль в определении политики нашей страны. К сожалению, у нас нет доступа, и для нас это является уникальной возможностью сегодня, наконец-то, рассказать гражданам Республики Молдова, какие возможности есть у нас внутри. Вы сюда еще приходили, Господин Ливодаров. Не надо говорить о том, что уникальное возможности. Вам я лично благодарен, потому что вы неоднократно, вы на самом деле пользуетесь. Это не заслуженный комплимент, который я вам сейчас хочу сказать. Вы являетесь одним из тех телевидений, постов телевидений в Республике Молдавии, которым сохранили какую-то независимость. И всегда можно проследить, у вас две позиции в обществе. Я на самом деле неоднократно был приглашен, за что я вам лично благодарен. Но я хочу вернуться к нашей платформе социал-демократической. По каким основным принципам? Во-первых, в стране, как мы видим за пять лет, постоянно все партии спрятались под доктриной либералов. Либеральная доктрина. Партия либералов, партия либерал-демократов. Если понимаете, посмотрим. Везде у нас продвигается только одна доктрина, которая называется свободный экономический рынок, взаимоотношения, спрос предложений. Все должно быть приватизировано. Но люди и говорят, при этом они хотят в Евросоюз. Но в Евросоюзе именно существует этот баланс между частной собственностью и государственной собственностью. И об этом балансе еще ни одна партия не заявила специализированно, компетентно нашему народу. Что из себя представляет этот баланс? Где грани между государственной собственностью и частной собственностью? Почему монопольные предприятия? К примеру, возьмем очистительные сооружения, возьмем телеком, возьмем железную дорогу, возьмем тот же самый аэропорт. Как можно было дойти и поставить на повестку дня приватизацию? Во всех немецких практических городах это являются государственными предприятиями. Они принадлежат народу. И альянс за европейскую интеграцию делает совершенно все наоборот. Призывает нас в Европу, но не говоря нам правду, на самом деле как люди в Европе живут. Вот мы из-за виде огромного заблуждения за пять лет, как вы думаете, мы разве хотели пойти в политику? Мы граждане, мы предприниматели, приходим с великолепными современными проектами в Молдаве. Видя о том, что нас не слышит правительство, оно погрязло в коррупции. Мы не можем ни одного цивилизованного проекта из Европы по очистительным сооружениям, по автобусному парку привезти сюда в Молдаве, потому что требуют такие взятки, мы решили взяться за дело и организовали новую партию прогрессивного сообщества. И я очень рад, когда мы нашли взаимопонимание, потому что основная трагедия нашей страны, которую мы обнаружили, мы полностью разъединены по взглядам, по религиям, по геополитическим соображениям. И мы когда поняли, что сначала нужно консолидироваться внутри страны, а для этого мы должны подойти профессионально, как к политике новой. Во-первых, определиться, какую из двух доктрин мы выбираем. Либо либеральную, либо социал-демократическую. И когда наши коллеги, которые называются социал-демократами, услышали наш призыв, поверьте, нелегко было. На самом деле наша платформа состоит из двух этапов. Мы сейчас проходим первый этап и достаточно нелегкий этап. Мы сближаемся, мы обмениваемся нашими социальными программами. Мы сверяем эти программы, оттачиваем. Это очень тяжелый процесс. Это интеллектуальный процесс. Мы встречаемся регулярно, еженедельно. Мы рады, что принципиально мы уже нашу социально-экономическую, политическую программу, мы уже ее обосновали в нашем договоре, как принципы, основные принципы, как мы видим модель нового государства Молдовы в будущем. И на втором этапе, когда первый этап завершится, проведением конгрессов, индивидуальных конгрессов каждой партии в отдельности. И когда этот первый этап совершится, мы тогда уже придем ко второму этапу слияния этих трех партий в одну единую. То есть речь идет о слиянии трех партий? Если мы удачно пройдем первый этап. Здесь, конечно, вопрос достаточно тонкий, так скажем. А первый этап в чем заключается? В том, что председатель каждой из партий уходит в отставку? В чем заключается? Я бы хотел предоставить слово не только одному говорить. Я хотел бы предоставить также слово по этому поводу, высказаться и моим новым коллегам по нашей платформе, по поводу руководства партий. Потому что это является принципиальным вопросом. Коли мы говорим о том, что мы хотим в Молдавии увидеть новый политический класс, мы хотим увидеть новых лидеров, мы хотим увидеть технократов, мы хотим увидеть преданных людей, в первую очередь, этой стране, а также, очень важно заметить, а также добросовестных и порядочных и преданных людей вообще всей человеческой цивилизации, 7 миллиардов. Не только эгоистично смотреть на национальные какие-то внутренние проблемы, которые приводят к национализму, а также понимая свою ответственность во внешней политике. Это очень важные элементы, о которых у нас тоже не говорится. Об этом поговорим. Я дополню, потому что вы вопрос задали. Вы задали вопрос, а Марина ушла от ответа на этот вопрос, поэтому я дополню. В Молдавии было много попыток создавать блоки. Это, как правило, были такие свадьбы. Временного характера. Развод очень быстро наступал. Чем отличаемся мы от других блоков, которые ранее создавались? Мы во главе УЛА поставили объединение на доктринальном принципе. Это принцип социал-демократа. Мы понимали, что всякий раз возникнет вопрос лидерства. И когда возникает вопрос лидерства, каждый у нас хочет быть хозяином на деревне или начальником на деревне, и на этом разрушается все союзы. Поэтому мы договорились, оформили это в договоре, что ни один из руководителей партии не будет претендовать на лидерство в объединенной социал-демократии. Мы продвигаем идею народовластия. Мы продвигаем принцип, что каждую из ветвей власти должен выбирать в Молдове только народ. Мы продвигаем идею ротации, внутрипартийной ротации, кадровой ротации в государственных органах власти. Поэтому мы должны показать первые примеры. И мы заявили, об этом публично оформили это письменно, что ни один из лидеров трех партий не будет претендовать на лидерство в будущей социал-демократии. К этому моменту вы уже должны были подать в отставку. А кто это сказал? А зачем это нужно? Мы сегодня приняли решение, создали совет по управлению блоком из шести человек, по два человека от каждой партии. И мы, лидеры партии, не входим в этот совет. То есть мы уже создали ситуацию, чтобы новые политические лидеры, будущие политические лидеры принимали решение по координации действий блок. Хорошо. Об этом с этим блоком мы поговорим обязательно. Я хочу услышать, господин Апитраки. В чем заключается ваша интерактива? Почему вы себя считаете альтернативой? Ну, это, во-первых, общество всегда в поисках альтернативы, потому что я не припомню ни одного варианта, ни один из этапов подведения итогов того или иного управления, чтобы люди воздыхали и умилялись перед властью за их, скажем так, положительные свершения в интересах людей. Это постоянно так. Ну, а что касается нас, то в реальной ситуации мы имеем шесть лет после диктаторского управления коммунистов, я бы сказал так, чуточку в этих кавычках, когда страной правят демократы, но задыхаются каждый человек и общество в целом, потому как нет никакой свободы, нет никакой конкуренции ни в экономической, ни в политической, ни в социальной, ни в какой иной любой сфере. То есть человек хуже, чем при крепостном праве. Если проводить такую историческую параллель, он не может развивать себя в условиях свободного экономического рынка, нет у нас условий для свободной экономической конкуренции, нет у нас условий проявить себя на политическом поле, потому что здесь точно такие же тиски, как в любых других сферах. Поэтому главный вопрос, который стоит перед нами и стоит перед обществом, мы его осознаем, это вопрос доверия и ответственности. Доверие людей по отношению к власти и ответственности власти перед людьми. Нет у нас ни того, ни другого. Мы считаем, что первично в данном случае это не ответственность, а безответственность власти. И отсюда и уровень доверия там же, ниже Плинтуса. При нынешних условиях политического и государственного устройства Молдовы мы могли бы очень долго и упорно кричать, я не знаю, мы хотим ответственное правительство и все такое прочее, мы хотим новых людей, нового политического класса, мы этого не получим. Потому что в созданных политических, административных, я бы сказал, искусственных условиях не может зародиться что-то новое, что-то надежное. Грубо говоря, даже если к власти придут новые люди, вы, не вы, другие, у них ничего не получится? Нет шанса, нет. Нет, потому что сами условия, то есть сами люди попадают в таких условиях, которые, ну, они становятся заложниками этих самых условий. И они не смогут действовать по-другому. Мы могли бы тогда, я не знаю, поискать где-то на другой планете, каких-то, я не знаю, совершенно оторванных. Но если так, то выходит, что такие люди, как, к примеру, на прошлой неделе у меня в гостях в Интерполе был Иоанн Штефаница, глава агентства по надзору за историческими памятниками. Тогда получается, что такие люди, как он, вообще в системе не могли бы появиться. Более того, а если бы появились, они бы очень быстро из этой системы исчезли. Конечно. Штефаница почему ушел из муниципальной, из Альянса? Ну, он ушел из Альянса, но он пока не ушел из агентства. А почему он ушел? Потому что он там не может проявить себя, и на него давят. Его вынуждает голосовать за той или иной проект или проблему, с которой он не согласен. Пока никто не заставлял в этом поделиться. Никто пока еще ничего в муниципальном собрании не заставлял. Хорошо, что вы проявили этот пример Штефаницы. Потому что он как раз пример такого одинокого борца. Но получается, что в нынешних условиях, если сильно хочется, все-таки можно. Не, можно. Набить себе шишки, все что угодно. Только не добиваться результата. Потому что не может быть, не может один человек, да, он может поднять проблему, но решить ее он не может. Потому что вся система на него давит. Как вы видите изменение этой системы, мы поговорим чуть позже. Но я хочу сначала господину Николенко спросить. Представителей... Сегодняшних представителей так называемого политического альтернатива нельзя называть новичками в этом деле. За исключением господина Леводара. Он только год как занимается всерьез политикой. Поэтому он и улыбается. Да, поэтому он и улыбается. Остальные уже мэтры молдавской политики. У вас к ним, как новичкам или не новичкам, вообще какие вопросы возникают? Как представители Молдавии? Ну, вопросов много. Я вот как раз первый вопрос хотела как раз господину Леводару адресовать. Когда он сказал, что мы гарантируем как бы появление нового политического класса. Я хотела, кто новый политический класс? Петра Киешелинда, новый политический класс? Но вы уже получили. Давайте не будем шутить, да? Но я уже получила ответ. Нет, вы не получили. Нет, потому что это не новый политический класс. Вы не другое разговоры, да? Я вас очень прошу. Но люди, которые уже 90-го года партия. А что такое новый политический класс? Вот как вы его понимаете? Это новые люди во власти с органами в руках? Или что такое? Или пионер в шоке? Или это... То есть новым политическим классом не могут быть люди, которые в оппозиции? Могут быть. Абсолютно. Я к тому, что новый политический класс, если вы претендуете на то, что вы будете продвигать вот те идеи, о которых в том числе я, например, лично знаю, тут другой разговор. Но личностный фактор, тут, конечно, мы не можем говорить об этом. Поэтому, господин Леводару, это другой разговор. Нет, то есть если кто-то создает сейчас партию за два месяца до выборов и войдет в эту партию, это новый политический класс? Но об этом мы поговорим, когда они появятся. Сегодня мы поговорим как раз о вашей платформе. Мне было интересно послушать ваши конференции, какие вы проводили. Но у меня возникли вопросы, потому что по мне немножко непонятен был ответ на некоторые вопросы. И в частности, у меня немножко была такая конфузия. Сегодня я даже выслушала в том числе подтверждение. Когда господин Леводару набрасывается на либерализм, что в принципе он имеет право делать. Но с другой стороны, вы, господин Шелин, на этой же конференции произносите следующие фразы, что Молдова должна оставаться в свободной экономической зоне. То есть это вещи, которые хотите вы, господин Леводару, или нет, но они все-таки как-то немножко связаны, имеют какие-то либеральные тенденции. Поэтому мне пока непонятно, как вы все это вместе объедините, как вы соедините ваши позиции, вашу неприязнь, скажем так, к либерализму, с вашими желаниями, чтобы Молдова оставалась и в Евросоюзе, и в Таможенном союзе. То есть вопросы определенные есть. Я, конечно, рада, что цикл этих передач появляется. Я в том числе хочу сделать здесь обращение и к политикам, и к нашим зрителям. Потому что я хочу, чтобы они поняли, что это не просто дебаты. Вот как обычно вы приглашаете. А вот это именно особый вид дебатов. Конечно. Мы хотим понять, что представители этих партий сил готовы предложить нового. И почему они считают, что это лучшие конкурентные способности, чем то, что нам предлагает нынешняя власть. Потому что они, знаете, как вот у нас появляется, вот мы шутим насчет, я, как правило, прихожу вот с разными анекдотами насчет альтернативы. Знаете, в застойном периоде, в советском, при тотальном дефиците, значит, продавец молодой продает туалетную бумагу. И приходит покупатель, говорит, есть туалетная бумага? Нет туалетной бумаги. Есть туалетная? Нет. Завмаг говорит, так, слушай, ты неправильно отвечаешь. Нужно находить альтернативу. И приходит покупатель, есть туалетная бумага? Нет туалетной бумаги, но есть наждачка. Вот мне интересно, вот эта альтернатива, понимаете, что я хочу здесь добавить, каждый раз эта наждачка оказывается для нас, избирателей. А я хочу, чтобы в том числе вот эти альтернативы, о которых мы говорим, чтобы они были наждачкой для настоящего политического класса, который находится у руководства страной. Вот мне интересно, если сегодняшняя платформа социал-демократическая сможет быть вот тем оружием, который сумеет действительно противопостоять вот нынешним властям, ну то есть если когда-нибудь, потому что пока видим, что мы так все пока барахтаемся. Во-первых, я считаю, что вы обязательно должны присутствовать на всех передачах в качестве судей. Я внимательно следил за вашим участием на прошлой неделе Демитате Адивер. Вы задали очень правильные вопросы Демитате Адивер, потому что они привели народ на площадь, но не предлагают на самом деле этой альтернативе, что дальше. И вот мы со всей ответственностью хотим сегодня заявить, что мы знаем, что дальше надо делать. Вы хотите быть альтернативой им? Нет, мы хотим. И им тоже. Мне это интересно. Потому что вы хотите, когда вы говорили, что вы хотите быть альтернативой властям, мне стало интересно. Властям нынешним... Разрешите, пожалуйста, все-таки мы должны быть внимательными, правильно и прозрачно объяснить нашим зрителям, населению в Республике Молдавии, о чем мы сейчас беседуем. Первое, госпожа Николаевна, я специально передал слово коллегам, чтобы они высказали по поводу нового политического класса. И мы, как платформа социал-демократов, хотим создать эту новую ценность в нашей стране, где лидеры не претендуют больше в будущем политическом классе. Именно на платформе, на руководящие посты. Другими словами, на втором этапе, как я уже высказался, наша платформа, наша ответственность, как ответственных руководителей, сейчас открыть двери всем тем, которые разделяют левые взгляды социал-демократов именно в практике в Европе. Которые, видимо, защищают общественную собственность. Это раз. И я рад, что именно мои коллеги старшего поколения, которые на самом деле, у них мало есть для этого оснований улыбаться по сравнению со мной, как бы высказались. Они именно это и подтвердили. Что они не будут претендовать на этой новой политической платформе социал-демократов, на руководящие посты. Да, но здесь возникает проблема. Мы живем, господин Владаро, секундочку, но мы живем все-таки в очень патриархальном обществе, к сожалению, к моему глубокому сожалению. Мы живем в обществе, в котором менталитет таков, каков он есть, и его так легко не будет поменять. Вопрос, как вы создадите платформу, будет это партия или блок-партия, в которой не будет лидеров, либо это будет никому неизвестный лидер, это будет очень сложно продать, скажем так, с точки зрения выборов. Если вы начинаете платформу, то интересно, как вы будете здесь пройти против менталитета? Наталья, второй вопрос. Выбил два вопроса. Первый о лидерстве, потому что господин Шеллин высказался, но, видимо, либо госпожа Николенко не совсем поняла эту разницу между, что значит открыть двери и не претендовать на лидерство. И она сказала, что это тоже самый старший политический класс. Так вот, мое уважение появилось с момента, когда я увидел, что эти люди ответственны и понимают о том, что сейчас для консолидации страны нужно показать пример. И мы должны открыть двери. Очень много талантливых молодых ребят в нашей стране. Они убегают и устраиваются на Западе, и мы им должны создать эту новую платформу. Насколько будет ваша платформа притягательна для них, мы увидим только на следующих выборах. Будут они досрочные или нет? А второй вопрос, на второй вопрос мы будем отвечать после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся. В студию говорим с представителем социал-демократической платформы, которая уже три месяца. Так, три партии объединились для того, чтобы продвигать какие идеи, господин Шеллин? Все-таки, если можно, коротко. Я перевожу вопрос к господину Петраке и прошу, чтобы он, как юрист с опытом, как человек, который возглавлял парламентское управление юридическое, человек, который был помощником президента, который сегодня является лидером партии, нашим партнером, рассказал о трех основных реформах во власти. Которые вы будете продвигать как представители платформы? Которые мы уже утвердили, которые заложены в объединительном договоре и которые мы взяли обязательство продвигать в обществе. Господин Петраке? Ну, Наталья, мы уже, я уже говорил... Хотя бы на этих программах уже обсуждали, на разных программах уже обсуждали эти идеи, но все равно. Я уже говорил, что мы можем долго и упорно протестовать на площади, выдвигать, я не знаю, требовать чего-то там. Что очень правильно? Правильно, конечно правильно. Но я уже говорил, не то что от безысходности, но от отсутствия перспективы. Потому что то, что нам демонстрируют нынешние партии правящие, не поддается такому нормальному, нормальной оценке. Попробуйте отыскать какие-то различия между программами четырех или пяти правительств на протяжении шести лет. Я думаю, что мы не найдем, хотя составы Альянса другие и все такое прочее. Это правда, почти все подходит. Мы считаем, что вопрос, самый главный вопрос, это создание механизмов для того, чтобы народ смог избрать ответственную власть. И чтобы у народа были под рукой конституционные механизмы контроля над властью. Какие механизмы вы предлагаете? Первое, что мы, ну это я буду, как говорится, выглядеть как папаган, но я скажу то, что мы заложили в основу нашего соглашения о создании платформы. Это как политический союз. Первое, это нам видится, и мы убеждены, это избирательная система. Я уже говорил об этом 18 лет назад, устами президента, через возврат избирательного кодекса в парламент, и мы объясняли, что мы закладываем мину замедленного политического системы Молдовы. И мы закладываем основу для безответственной власти в этой стране. Необходимо, если я до сих пор колебался и допускал, что можно перейти на смешанную избирательную систему. Теперь я более чем уверен, что нам нужен период перехода на однозначную, мажоритарную систему по одномандатным избирательным округам. Избрать 101 депутат или 71 по одномандатным избирательным округам, с участием кандидатов и от партии, и от свободно себя выдвигающихся, но при равных условиях. Будь это кандидат от партии или самостоятельно выдвигаемый кандидат, все должны собирать определенное количество подписей для того, чтобы быть зарегистрированы. А вопрос сразу же возникает, а зачем тогда нужны будут партии, если совершенно спокойно? Потому что ее представитель будет продвигать политику, идеи партии на уровне совета или парламента и все такое прочее. Что такое партия? Это общественная организация. Рано или поздно нравится заниматься политикой, создавайте партию, выбирайте председателя, продвигайте свои идеи, как общественная организация. Но каждый гражданин должен быть равен перед народом, в части права быть избранным, у них должны быть абсолютно равные условия. Наличие у кого-то печати или устава партии не дает право первоочередное стать депутатом. И потом я говорю, почему нужна партия, потому что этот депутат или кандидат предполагает, что если попадает в парламент, то он будет создавать фракцию партийную, политическую. Естественно, там уже приступают в действие другие правила, скажем так, функционирование этой фракции. Право отзыва депутата, вы предусматриваете? Да. Право отзыва депутата. Давайте я скажу, что по поводу комментировать. Да, за можете, господин Петрик. Естественно, что, я уже как-то говорил, может выглядеть недемократично или архаично, но при переходе на одномандатную, то есть избирательную систему, необходимо ввести на уровне Конституции право отзыва депутата. Потому что у нас депутаты, я уже говорил, через 3-4 месяца после того, как попадает в парламент, то он меняется в лицо, ну как бы происходит преображение. И он ответственен перед всем народом, но ни перед кем лично, ни какой-то, или скорее всего наоборот. Он ответственен перед лидером партии, но про народ забыли сразу. Я прошу прощения, по одномандатному избирательному новому кодексу, который наша партия продвигает, очень важный момент – право отзыва. Что об этом говорить? Это нужно обязательно подчеркнуть. Я говорил об этом только что. Право отзыва. Второе условие, которое речь идет о прямом избирании президента. Увеличение полномочий или нет? Естественно, приведение в соответствии норм Конституции к полномочиям в условиях президентской системы управления. И имеется в виду, что одновременно с прямым избранием президента должны быть установлены нормы или право народа на отставку президента и на отставку парламента. То же самое может быть индивидуальный отзыв депутата, может быть и право народа выразить вот у меня доверие парламенту. Я уже повторюсь, это право или этот инструмент никогда не будет применен, но он должен как до мокрового меча, он должен висеть над парламентом. Вот вопрос, вопрос один здесь на уточнение. Я, допустим, буду таким беглым большим олигархом, решу вернуться в страну, как вот, допустим, Иванишвили сделал в Грузии. У меня будет очень много денег, я смогу заплатить всей стране везде, ячейкам разных партий, организаций и так далее. И организую референдум по отправке в отставку и президента, и парламента. И скажу, что это народ организовал. Как вы будете обезопасить у тебя в таких рычагах? Вы понимаете, обычно так говорят наши демократы на протяжении 25 лет. Это наши парламенты и демократические, и коммунистические, и либерально-демократические, какой угодно, который отклонил пять народных инициатив по проведению референдума. И знаете, какой у них аргумент? Народ очень умный, когда избирает депутатов по партийным спискам. Ну, он такой не становится... Нет, я не имею ничего против 1-2-го группы, ни в коем случае. Потому что речь идет вообще о... И про право отзыва каждого отдельного депутата тоже не... Да нет, я согласна здесь. А в целом парламент... Нет, не важно. Мы исходим из того, что вот в референу народ вообще ничего не понимает. И он не может, не разбирается, он может проголосовать вообще за такую ахимею, что вообще, как говорится, не наберешься потом. Не наберутся столько денег ни у какого олигарха, чтобы одурачить весь народ постоянно. Знаете, как говорят? Потому что мы должны исходить из того, что народ вообще-то понимает, что ему нужно. У него есть, скажем так, то самое седьмое инстинктивное чувство. И он может очень улавливать очень быстро, где его обманывают. И такой же аргумент приводят, когда мы говорим о необходимости изменения избирательной системы. Что вы говорите? Да их скупят всех этих депутатов, что одного. Что мы имеем сегодня в парламенте? Мы имеем трех лидеров, которые дерутся между собой. Каждый пытается покупать то двух, то трех, то четырех. Идет тот же самый подкуп. Очень сложно купить что-то. Я про другой вопрос у вас спросила, про отзыв доверия целиком всему парламенту. Я сказал, этот инструмент, может быть, никогда не будет применяться, но он должен висеть. Но это наше видение этой проблемы. Кроме того, мы в рамках этой президентской системы... Это чисто президентская форма правления. И чтобы мы знали, что президент имеет мандат народа, и он отвечает за деятельность исполнительной власти в стране. И чтобы мы знали, с кого спрашивают. Он назначает. Конечно. Ну, он формирует правительство, это само собой. И третий вопрос, это мы говорим о третьей власти, это о судебной системе. Предлагаем первые суди, первые инстанции, чтобы они избирались напрямую людьми. Но по вопросам идентификации, стажировки, подготовки, профессиональной тестации на эту профессиональную неподкопность и все такое прочее, проводил Высший завет магистратуры. Он их предлагает, а там уже конкурс между... Люди избирают их, чтобы они знали, чтобы народ... Они имели мандат от народа. Судьи операционных палат, мы предлагаем, чтобы их избрали на национальном собрании, в общем собрании судей. Судьи Высшей заветной палаты, чтобы избирались, опять же, напрямую по одномандатным или многомандатным избирательным округам, также по рекомендации Высшего совета магистратуры. То есть мы хотим, чтобы не показалось, что мы как бы отрываем все ветви власти, и вот каждая будет сама по себе делать все, что хочет. Ничего подобного. Есть, и мы предусматриваем конституционные механизмы, касающиеся взаимодействия между ветвями власти. Президент не просто так формирует правительство, он всегда заботится о том, какое там политическое большинство парламента, какую политическую поддержку получит такое правительство, особенно через законодательную действие, потому что правительство будет ему подчинено, и правительство занимается разработкой законов. Если правительство идет с какими-то законами в парламенте, они просто не пройдут. Но что касается судебной системы, то мы исключаем отсюда и президента, и парламента из процедуры формирования судебной власти, мы выводим судебную власть из-под политического, административного, какого угодно влияния первых двух ветвей власти. И только в таком случае мы считаем, что мы сможем иметь независимую, справедливую и ответственную судебную власть. — Звучит, на самом деле, очень интересно. Но надо отдать должное. Но вы должны понимать, что для того, чтобы все это изменилось, нужно менять конституцию. Для этого нужно конституционное большинство, либо нужно прийти к власти в таком и взять сразу столько голосов, чтобы вам просто никто больше не нужен был. — Мы понимаем, мы осознаем это. — А объективно говоря, в скором времени у вас это не получится. Ну, вообще я не думаю, что у кого-то это может получиться в скором времени. — Почему? — Взять сразу конституционное большинство. — Очень легко. — Конституционное большинство, господин Шерланд? — Нет, неправильно. А тактика же может быть разная. Сегодня говорят о необходимости изменения избирательной системы. Говорят 50 на 50 или по одномодатным. Нам нужно оказать давление на существующую власть, чтобы они изменили кодекс о выборах и было по одномодатным. Это первое. Нам нужно воспользоваться инициативой, что все хотят, чтобы президента избирали напрямую. Мы только должны давить, что коль мы президента избираем напрямую и народ ему дает в этом доверие, пусть он будет руководителем отдельной ветви исполнительной власти и несет ответственность за выполнение законов, которые принимает парламент, который также будет избран только народом, потому что уже по одномодатным округам. То есть мы обеспечим независимость трех ветвей власти. Первое. Второе. Каждую ветвей власти избирает только народ. И соответственно у нас не будет зависимости органа власти от кланов семейных или олигархов. И мы решим раз и навсегда эту проблему. Это все прекрасно звучит, но на тот момент, когда ты уже во власти. Нет, нет. А когда вот у вас, смотрите, как вы красиво говорите, нам нужно оказать давление. Можно объяснить мне, как практически вы видите оказывание этого давления? Уже. То есть опрос общественного мнения. Первое. Протесты во вторую очередь уже оказывают давление на власть, чтобы изменить избирательную систему. Люди не хотят голосовать больше за партийные списки. Демократическая партия уже заявила, что она готова на смешанную систему. Вообще-то проект господина Плохотенюка. Зарегистрирован в парламенте. Мы давим дальше и говорим... Наталья, 37 проектов таких законов в парламенте за 9 лет. Мы давим дальше и говорим только одномандатное, но самый важный принцип, что каждый кандидат, хоть от партии, хоть независимый, должен собрать свою поддержку в списке граждан. Ну и право отзыва. Потому что одно дело, когда он избирается от одной партии, либо как независимый, а другое дело, когда он второй день после выборов, он вдруг... На что хочу обратить внимание. Теперь уже даже если человек идет от партии, он тоже собирает в свою поддержку подписи граждан, и он уже становится независимым от партии. Почему? Потому что когда начальник партии ему что-либо прикажет, он скажет, подожди, я выдвигался не потому, что у тебя печать. Я выдвигался потому, что в мою поддержку я собрал подписи граждан, и уже возникает даже внутри партии определенная независимость, если будет партийный диктат. То есть для партии возникает определенная обязательность, потому что есть взаимоспязь между местной инициативой и поддержкой чисто политической партии. Вот вопрос. Получается, что если у вас не удастся в ближайшее время продвинуть эти три идеи, каждая из них заслуживает отдельного внимания, выходит, что вы ничего и не сможете изменить? Или у вас есть еще и другие альтернативные программы, которые вы готовы продвигать? И в существующей системе, господин Леводор. На самом деле, два принципиальных момента. Первый вопрос, будут ли у нас внеочередные выборы сейчас весною или нет, зависит от президентских выборов. Это мы все понимаем, я думаю, прекрасно. Второй, или нет. Если нет, нам нужно стремиться и организовываться до 2018 года. А на ваш взгляд какой сценарий вероятнее? Я считаю 50 на 50, откровенно. К сожалению, по-прежнему мы являемся заложниками игр между олигархами. Поверьте мне, несмотря на то, что господин Филат сидит в тюрьме, вроде бы, но борьба не закончилась. Его сторонники, включая, очень важно сейчас отметить, Министерство внутренних дел и многие другие, сейчас находятся на свободе. И они должны дать ответный удар. Платформа Демидатия Дивер заявляет сейчас на всю страну, что они 29-го собираются. Отдать ответный удар господину Плохотнюку, говоря о том, что господин Плохотнюк остался единственной целью. И вот эти олигархи на самом деле проводят разборки между собой. Мы же собираемся подготовить альтернативу в стране. Мы пытаемся быть технократами. И обращаем внимание народу, что вопрос не только снять одних и поменять на таких же, привести их во власть. А в первую очередь уделить внимание, что мы делаем дальше. Ведь это трагедия за 25 лет нашего народа. У нас неправильная избирательная система. Раз. Отсюда все проблемы. У нас неправильная экономическая система. Два. У нас вообще никто не говорит о том, о сокращении правительства с 16 до 18 министерств. До 8 министерств. Нам больше 8 министерств. Это максимум, что в Республике Молдове надо. В Швейцарии 7 министерств. 7 министерств. Об этом никто не говорит и не собирается. А наоборот, сейчас нынешнее правительство, Альянс за Европейскую интеграцию, не изучает вопрос, что делается в Швейцарии. О них это еще министерства добавит. Почему? Дмитрий Алайбах, глава экономического совета при правительстве, уже, правда, непонятно, в каком правительстве. Потому что правительство меняется, а он все еще остается главой. Он недавно предложил очень хороший анализ, переход на 10 министерств. 10 максимум. Это глава экономического совета. Это уже приятно слышать. Значит, мы двигаемся в правильном направлении, не только мы одни. К сожалению, не от него зависит. Теперь вопрос консолидации. Вопрос, как мы консолидируемся. Поверьте, сейчас каждый человек в этой стране дорог. Мы не имеем права разбрасываться. Почему я борюсь за Демнитат и Адивер, какие бы они ни были, разношерстные там, но там есть порядочные люди, которых я очень уважаю, того же господина Бацана, того же господина Павловского. Но при этом, как ты сейчас дали понять, что они собираются 29 числа давать ответный удар... Так мы просили их, не делайте глупость, не объявляйте политический проект. Одному из олигархов, не объявляйте политический проект. Это первое. И второе. Я лично просил господина Андрея Анастаса, зная его лично, как друга Андрея, я говорю, Андрей, не делай глупость, не выдвигай свою кандидатуру, потому что ты уязвим. Все знают, и ты будешь первой целью, из-за тебя разрушится вся платформа. Все знают о том, что ты являешься финном Виктора Цопы. Все об этом знают. И все знают, что Виктор Цопа бывший партнер господина Плохотнюка. Вот у тебя вся проблема, появляется меняемость шива на мыло. Что получается? И когда мы говорили, делай ответственный шаг, поддержи своих коллег, господина Бацана, если ты хочешь быть на самом деле преданным, и ты являешься патриотом этой страны, вот как господин Долганюк говорил, нужно полностью собою пожертвовать. Так он должен был пожертвовать, а не выдвигать себя в качестве лидера. Там достаточно людей. Господин Слуцарь, господин Бацан, прекрасный лидер. — Извините, но в таком случае, если вы так перешли на личности, про господину Анастасию, мы тоже говорили, что у него были отношения с господином Плохотником. Что теперь? Он не имеет права участвовать в политике? — Так вот, смотрите, я не собираюсь развивать отношения с господином Анастасией. Я хочу с господином Анастасией. Он, к сожалению, избегает сегодняшний прямой выключил телефон. Пожалуйста, пригласите нас и подружите нас здесь, потому что нам нужно в стране консолидировать общество. — Нет, господин Анастасия, вы говорили об этом, говорили об этом очень много. Я даже не хочу влезать в детали, не имеет значения. Это же не значит, что если говорят, то все, человек не имеет права участвовать в политическом процессе. Единственное, кто может решить за человека, может он, заслуживает он этого или нет, это только народ. Проголосуют — хорошо. Не проголосуют — тоже хорошо. Проголосуют за господина Шелина в качестве партнера, не партнера. — А почему нет разницы между Шелином и Анастасией? Он не претендует на власть и господин Анастасией. И играет двумыми стандартными. Госпожа Николенко спросила его на прошлой передаче напрямую. — Подождите, но господин Шелин участвовал в выборах? — Так напрямую власть. — И не раз. — Претендовал на власть? — Наталья, госпожа Николенко задала правильный вопрос на прошлой передаче. Господин Анастасия, скажите, заявите правильно, конкретно. Да или нет? Он уходит от ответа. — Господин Анастасия, вы сегодня спросили, вы собираетесь предъявлять на вас? Он сказал, нет. Вот в чем разница. Надо на конкретные вопросы задавать конкретные ответы. — Я вам скажу другое. К сожалению, молдавская действительность заставляет нас мало верить заявлениям политиков. Неважно, говорят они да или нет. — Давайте построим новый политический класс не циничных людей, а порядочных, открытых и прозрачных. — Так что ты и делал? Поэтому давайте будем верить не в слова, а в действия. — Согласен. — И проверять на результатах. — Согласен. — Давайте, если возможно, все-таки. Мы продолжим тему о ценностях трех партий, которые объединились в рамках платформы «Социал-демокракова» и «Социал-демокракова». — Без перехода на личности. — Без перехода на личности. — Да. — Поддерживаю. — Два основных вопроса, что нас объединило. Это вопрос, что положить людям на язык и как защитить людей, которые не могут работать, но тоже хотят достойно жить. — То есть социальная политика и экономическая политика государства. — 24 года различные партии приходили к власти. — Были различные модели выборов. Выбирали президента народом, выбирали парламентом. Менялись вывески, названия партий, приходили разные личности, но никто не решил проблему экономического характера. Как развиваться в стране. Потому что если мы не решаем вопросы экономики, у государства нет денег для решения социальной политики. Поэтому отличие нашего союза от других партий заключается в том, что у нас есть четкая, ясная, новая экономическая модель развития Республики Молдова. На чем она основывается? Она основывается на том, что от Балтийского моря до Черного моря сформировалась одна граница между двумя различными экономическими сообществами государств. Европейский союз и страны СНГ, или точнее сегодня это Евразийский экономический союз. Мы находимся на стыке. Мы в Балканах. Балканы всегда играли стратегическую роль в экономических отношениях между Европой и Азией. Наша Молдова всегда процветала именно за счет того, что мы были мостом между Югом и Севером, Западом и Востоком. Через нас проходили все стратегические пути экономических, торговых, гуманитарных отношений. Пока у нас не были разрушены все дороги. Сегодня у нас есть проблемы. Две основные. Первое. Люди, массы, я говорю о тысячах, о сотнях тысяч людей, не знают, как делать бизнес, потому что их плохо учат этому. У нас нет сегодня политтехникум, у нас нет хороших, где готовят хорошим специальностям рабочим. У нас нет сегодня политтехникумов, где готовят среднего уровня специалистов, и нет хорошего высшего образования. Как эту проблему решить? Если мы начнем глубокую реформу в сфере образования, это долго будем делать, долго будем готовить хороших специалистов. Ее нужно делать, и мы ее должны обязаны. Секундочку. У нас нет преподавателей, способных дать это образование. Преподавателей тоже нужно научить. У нас нет хороших экономических условий, у нас нет дешевых денег. Для того, чтобы все эти проблемы очень быстро решить, мы предлагаем превратить нашу Молдову на границе, между двумя экономическими группировками, всю территорию Молдовы в свободную экономическую зону. Что означает это? Мы обсудим после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Я знаю, господин Шайнин, что я обещала вам предоставить еще слово. Мы продолжим говорить о свободной экономической зоне, но хочу задать вопрос к господине Никольенко. Услужили уже довольно много предложений. Прямые выборы президента, избрание судей, одноматапная округа, свободная экономическая зона. Вас это все убеждает? Во-первых, из всего этого, все это мы уже в принципе более-менее слышали, в том числе у других партий. Некоторые новые элементы абсолютно точно есть. Особенно мне понравился элемент с отзывом депутата. Потому что мы каждый раз убеждаемся в том, что у наших избирателей нет никаких прав дальше после выбора. Вот буквально на второй день. Ровно на 4 года. Знаете, здесь есть такая фраза, что ты отдал свой голос, у тебя на 14-14 года уже нет голоса. Потому что ты его отдал в день выборов. Поэтому у меня такое ощущение, что это как-то придало бы определенные силы и уверенности избирателям. Этот элемент мне, например, очень понравился. Но каждый раз я слушаю об этих хороших идеях, в том числе в перерыве, я спрашивала. Я хочу услышать практическое, как это будет реализовываться практически людьми, которые пока не у власти. То есть я понимаю, что когда ты у власти, это хорошо, это звучит хорошо. И если остаешься при тех же обещаниях, которые ты делал до, значит, вот на таких эфирах, это прекрасно. Но меня интересует, как вот из этой позиции, из позиции вне парламентской партии, как можно будет дойти до всего этого? Как? Вот вопрос каждому из вас. Любая другая идея зарождается, я не знаю, в голове одного человека или группы людей. Она оформляется, становится, скажем так, доступной обществу. И, насколько я знаю, две идеи, из которых мы предлагаем, они давно поддерживаются подавляющим большинством наших граждан. И, естественно, она должна продвигаться и формально, и фактически авторами такой идеи. Я соглашусь с тем, что вы сказали, что от многих партий. Я должен с сожалением констатировать или подчеркнуть, что я автор этой идеи уже на протяжении 18 лет. Еще с момента принятия этих законов антинародных, я бы их назвал. Дело в том, что я не исключаю, наоборот, допускаю, что и ныне правящие партии, которые находятся в парламенте, они ломают себе голову, как выйти из ситуации. Они не хуже и не тупее нас, я бы сказал так. Они очень хорошо понимают, в какую ловушку они попали. Они сейчас обязаны предоставить обществу ответы на вопросы, которые поднимаются на площади и одним-двумя потоками и все такое прочее. И я более чем уверен, что власть имеет такие разработки. И в самый, скажем так, неудобный для власти момент она согласится и уступит, потому что она понимает, сама власть понимает, что эта система, как говорится, выдохлась. Она не оправдывает, не сжила себя. И другого способа вернуть доверие людей к власти вообще, не к этим партиям, а вообще к власти. Выходит, что СССР только надеется, что нынешняя власть еще больше ослабеет и пойдет... Ослабеет и усилится это самое протестное. И будет сожалеть о том, что она не приняла эти законы 18 лет назад. Это обычно так бывает. Потому что я бы сейчас напомнил людям, которые в 2000 году поменяли избирательный кодекс и подняли порог с 4 до 6%. И двум лидерам этих партий я бы сказал, ребята, вот после выборов эти будут в парламенте, а вы будете собирать эту клубнику в Греции. Так оно и получилось. Кроме того, я сказал, что один из вас будет читать лекции в Соединенных Штатах. Точно так же получилось. Поэтому власть понимает, что она... И любого выхода просто нет. Либо она должна уйти спокойно и сказать, делайте что хотите. Как вы будете реализовывать все эти идеи? Попав власть или как вы будете попадать в власть? Почему столько людей бедные? Потому что кто-то очень богатый. Эти богатые никогда не отдадут этого потока, который сегодня идет в их карман, пока не будет страха. До тех пор, пока... Страха потерять пчел. До тех пор, пока те, кто у власти не испугается реально, они не пойдут ни на какие уступки. Теперь вопрос. Поймут они, когда надо испугаться и вот эти предложения, которые мы разрабатываем, внедрять, чтобы всем жилось хорошо? Или упустят этот момент и люди перейдут красную черту? Вот вопрос в чем. Но у вас были хорошие предложения по созданию правительства. Вы делали конференцию по этому поводу. У вас был какой-то ответ на эти ваши хорошие предложения? Значит, за последние пять лет или шесть лет правления Альянса и Европейскую интеграцию, они никогда не организовывали реальный, мнимые диалоги были. А реального диалога ни с гражданским обществом не было, ни с парламентскими партиями не было. Ни при президенте, ни при премьер-министре никогда не было реального экономического совета, где обсуждались реальные проблемы. И мы потом видели, что в виде закона лишения правительства они имплементируются в реальной жизни. Если бы это происходило, жизнь была бы лучше. Все было направлено ради себя и против народа. Так вот, на ваш вопрос отвечаю, что непарламентская партия может добиться каких-либо результатов, частично или полностью, в том случае, если власть начинает уступать. Если она вовремя поймет, что ее могут смести. Вот сейчас вопрос стоит в том, что господин Филат уже в тюрьме. Но не все в тюрьме. И сейчас вопрос, не все еще в тюрьме, почему? Потому что демократическая партия пытается сохранить альянс в том виде, в котором он был, либерал-демократы, либералы, демократическая партия. Или потому что она тоже имеет отношение к украденным деньгам. Вот буквально на этой неделе, я думаю, что все прояснится. А почему вы так говорите? Ну, потому что на этой неделе уже должно быть ясным. Должно быть ясным. Будет формироваться альянс с социалистами-коммунистами. Или будет формироваться альянс с коммунистами и частью либерал-демократов и либералами. То есть мы увидим новую конфигурацию власти. После этого сразу будет понятно, что демократическая партия в любом случае берет на себя ответственность за правление страной. После того, как Филата посадили, все понимают, что решение окончательное принял господин Плохотнюк. Потому что именно Плохотнюк и Филат были теми людьми, которые, условно говоря, управляли политическими процессами. Одного из них нет. Теперь господин Плохотнюк должен будет взять на себя всю полноту ответственности. Является он официальным лидером политического класса, который будет управлять страной. Не является. Народ это не волнует. Народ будет реагировать только. Он будет дальше сажать, будет наводить порядок и даст что-то на язык. То есть создаст рабочие места, увеличит пенсии, пособия. Или не даст. Если он эти два вопроса не решит, борьба с коррупцией и доходы, то он тоже будет смещен, как и Филат. Но ведь он сможет точно так же имитировать. Причем имитировать не в полном смысле этого слова. Нет, нет, не пройдет. А сажать только чужих. Нет, я извиняюсь. Не в этом. Пока у человека в кармане не появится, он не простит. Если он будет сажать и возвращать деньги, если он будет создавать экономические реформы, и у людей появятся деньги в кармане, только тогда они могут его простить или узнать другим. Пока у людей деньги не появятся, его никто не простит. А если, к примеру, случится так, что он у всех тех, кто украл, заберет и даст людям на язык, как вы говорите, но вот своих не тронет. Если люди будут этим довольны, значит, будет спокойно. Если люди останутся недовольны, распределение надо. А вы, как политическая альтернатива, будете согласны с этой? Ну, вы же слышали, что мы категорическим образом выступаем за то, чтобы все органы власти, все три ветви власти выбирал народ. То есть мы сторонники того, чтобы народ определял, кого избрать и какие программы выполнять. Нас сегодня не интересует, кто сегодня у власти. Мы сегодня абсолютно уверены, что весь политический класс, который имел малейшее отношение к органам власти за 25 лет, 4 года, должны уйти в небытие. Если у нас будет переходный этап какой-то, необходимость обсуждать, сотрудничать, консультировать, и это пойдет во благо народу, мы будем это делать. Но когда мы придем к власти, однозначно, и у нас это записано в программе, все бывшие министры, все депутаты пройдут люстрацию антикоррупционную. Абсолютно все? За 24 года? Абсолютно все. Пока мы не проведем люстрацию всех бывших депутатов министров... А кто останется тогда? Ну, останутся молодые. Я не хочу сейчас считать, это очень долго. Вопрос люстрации. Люстрации бывают разные. Можно сделать предложение об амнистии и сказать 30% денег, вот вы считаете нужным, да, задекларировать в эту всю собственность. 30% вы должны оплатить. Дальше, кто не прошел люстрацию, уголовное наказание. Да, и конфискация всего. Плюс, если Молдова подпишет реакцию... Ну, возможно, не надо. Да. Закон, понимаете, народ принимает закон. Какой бы он суровый не был, каким бы он несправедливым не был в Китае, за коррупцию расстреливают рядом с наркоманом. Кому-то кажется, что это несправедливо, негуманно. Но там это делают. Это суверенная страна, она имеет право. Мы тоже имеем право принять закон, предложить амнистию. То есть антикоррупционную инистрацию. Иллюстрация для тех, кто незаконным способом нажил себе средства за эти годы. А мы говорим не политической иллюстрацией. Мы говорим только антикоррупционная иллюстрация. Все, это другое дело. Только антикоррупционная иллюстрация. Но с другой стороны, вы сказали, что если найдется кто-то, кто положит народу на язык, посмотрим, что он еще положит на язык народу, то вполне возможно, что народ будет доволен, ему не нужна будет вот эта вся не иллюстрация. Понимаете, как вот тут получается... Безусловно, безусловно. Это как, то есть, если кто-то накормит чуть-чуть народ, значит, все остальное и коррупция... Я прошу, я прошу прощения. Нет, не надо утрировать. Господин Шор должен будет проходить через иллюстрацию или нет? Который вот сейчас в Аргене... Я прошу прощения, это разные вещи. Мы говорим, если социал-демократы приходят к власти, мы клянемся, что мы проведем антикоррупционную иллюстрацию всех. Это при полноте власти мы клянемся, что мы это сделаем. Я же сказал о том, что, возможно, тот, кто возьмет на себя сейчас ответственность за управление страной, посадит в тюрьму, отнимет, раздаст людям, создаст экономические условия, и люди его, узная с другой стороны, и простят. Так, но мы должны продолжаться. Я прошу прощения. Это право людей. Почему? И мы, и оппозиция, и вы, журналисты, и эксперты, мы будем всегда бороться с коррупцией. Мы сегодня предложили при назначении новых кандидатов на посты министров всех пропустить через антикоррупционную иллюстрацию, согласно действующего закона. И у нас никто не пользуется этим законом. Мы господину Канду тоже предложили при определении кандидата на пост председателя Национального банка тоже его провести через антикоррупционную иллюстрацию. У нас есть закон номер 133. 365-й, который обязывает при назначении на должности проверить в СИСом Центром Победы. Официально так и делается. Нет, не делается. Официально так и делается. Не делается. Ну, Наталья, если бы сделано, не оказалось бы через неделю назначения полипром фальшивый, то еще чего. И в парламенте, когда премьер-министр предлагает кабинет министров, в первую очередь должны зачитать протокол о проверке. Слушайте, все это делает Диарл Дегарда, и не только Иран Споджит, и в первую очередь. А если обнаружится что-то сфальсифицированные документы, то потом руководство Центром Победы Коррупции должно сесть в тюрьму, чтобы она неправильный рапорт подготовила, сфальсифицировала данные по проверке. У нас этого не делается. У нас не зачитываются результаты проверки ни СИСа, ни Центром Победы Коррупции по каждому кандидату, который назначается на должность. А должны зачитываться перед депутатами. Депутаты все должны знать, кто он в прошлом. Послушайте, я назначаю, мой родственник назначает. Шор должен сидеть в тюрьме. При этом я требую справочку от СИСа, которую я же контролирую, или от другого органа, который тоже я же контролирую. Наталья, это не так-то просто. Во-первых, мы не в инкубаторе и не в этом барокамере. Мы должны понимать, что мы делаем скидку на ситуативное поведение власти. Потому что власть не такая безмозглая, как многие ее считают. Конечно, поэтому вопрос. И по большому счету, вот сейчас вновь, если они сумеют создавать новое правительство, то это правительство должно обладать дарами Деда Мороза, или я не знаю, как его назвать. И чтобы в течение полтора, двух, трех месяцев совершать такие поступки, как продолжение уголовного преследования и идентификация всех тех виновных, возврат денег, разборка с этими тарифами на энергоресурсы, на все такое прочее. И опускать их до нормального, обоснованного уровня, налаживание отношений с международным валютным фондом, с другими Евросоюзом, с другими внешними партнерами. И чтобы убедить народ, что да, мы ошиблись, но вот мы исправляем. Естественно, в таком случае люди реагируют. Мы запускаем не такой вариант поведения власти. Скорее всего, это самый для них выгодный. Не знаю, что они способны. Самым мощным двигателем народного протеста будут тарифы. Если новая власть не дадут ответы на тарифы, народ смесет эту власть. Господин Леводаров. Молдавия. Независимое, суверенное государство. Давайте все-таки после 25 лет поймем, что это такое независимое, суверенное государство. Мы должны показать пример всему мировому сообществу, что мы имеем право называться суверенными и независимыми. Что это означает? На один раз навсегда в стране должна быть консолидация и консенсус. Мы никогда не имеем больше права выбирать односторонние геополитические взгляды. Сегодня в мире есть империи, Евросоюз, Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки. Они между собой борются за влияние, борются за национальные рынки, за контроль этими рынками. И нам, маленьким странам, всегда предлагается, когда у них конфликтные ситуации, якобы выбор. И вот здесь есть большая проблема, что мы не понимаем, что мы никогда не должны выбирать кого-то из них. А мы должны показать пример, будучи даже маленьким государством независимым, нейтралитет. Мы не имеем права претендовать на военные блоки. Мы не имеем права в одностороннем порядке говорить, мы за таможенный союз или мы только за Евросоюз. Мы всегда должны показать пример мира, сотрудничества в торговом плане, в политическом плане, во всем мире. Есть организация объединенных наций, там прописан регламент взаимоотношений всех стран. И мы должны показать, что мы уже разумные, цивилизованные люди. А не ходим и постоянно просим подачек от России или от Европы. Это первое. Второе. Мы, как прогрессивная партия, рады, что стали наконец-то членом. У нас есть уникальная возможность показать нашему государству, что такое консолидация и консенсус. И определиться по принципиальным доктринальным позициям стал демократическим. Мы имеем очень... У нас вот такой пакет инновационных предложений. Даем ему еще один пример. Мы почему-то не обратили внимания. Мировая цивилизация нам уже доказала. Присмотрите пример маленькой страны Швейцарии и большой империи Китая. Как только внедрили ротационную систему, систему ротации. В Китае руководство партии меняется каждые пять лет без права перевыбора. А в Швейцарии каждый город меняет премьер-министр. Президент каждый год меняется. Вы можете себе представить, какой гениальный ингредиент, если мы внедрим в нашей стране. Это решает море проблем. И это остро нужно обсуждать на открытых площадках. И теперь, последняя треть. Я очень прошу все средства массовой информации. Наталья, вы пользуетесь огромным уважением у ваших коллег в других передачах. Мы должны наконец-то консолидировать журналистов. Потому что сегодня бедные журналисты, 90% из них, являются жертвами своих работодателей. И они, к сожалению, не могут свободно оповещать, о чем мы говорим здесь. Мы должны создать форум для журналистов и призвать журналистов в первую очередь к ответственности. Потому что, на мой взгляд, лично, они несут в первую очередь ответственность за то, что у нас за последние пять раз случилось. Потому что они, беря будущие финансовые коррумпированные, всегда на определенном этапе полгода, либо год, лоббируют интерес к какой-то партии. И сами не понимают, безответственно, куда они нас приводят. Но уж точно не вы, как политический лидер, должны создавать этот форум и учить нас, журналистам, тому, как нам заниматься журналистикой. Я призываю. Журналисты тоже виноваты. Журналисты тоже виноваты, безусловно. Но далеко не только журналисты виноваты. И я думаю, они не в первую очередь виноваты. Наталья, мы все виноваты. У нас разнопольство, господина. У нас уже совершенно нет времени. Я каждому из вас даю по 10 секунд. И вывод госпожи Николенко. Каждому из вас по 10 секунд. Почему все-таки ваша партия или ваша платформа, если вы для себя решаете от имени кого вы будете говорить, почему вы заслуживаете большего внимания со стороны избирателей, господин Шабин? Потому что мы помним, что есть 900 тысяч пенсионеров, безработных и инвалидов, которым нужно из бюджета давать денег. И потому что мы знаем, как нужно в бюджет принести деньги. Поэтому нужно внимательнее слушать, что мы говорим о реальной жизни. Господин Петраке. Ну, я оптимист по природе своей. Я верю в благоразумие наших граждан. И я думаю, что эти идеи, которые мы продвигаем, они не в интересах людей. И они это осознают и поддержат эти идеи. И мы будем иметь реальную возможность воплощения этих программ, этих идей в жизнь. Господин Владимирович. Я хотел бы продолжить оптимизм своего коллега, господина Петраке. И сказать, что я очень рад, что наконец-то мы приглашены втроем. И общество имеет возможность нас услышать, наши идеи. И я не хочу, конечно, сегодня раскрыть все вопросы, потому что это невозможно. И буду очень рад, если вы нас пригласите вновь на ваши передачи, для того, чтобы народ о нас услышал. Ну, я не обещаю вам обязательно всех втроем вместе каждый раз, потому что по отдельности мы приглашаем. Ничего из одного. Да. Господин Аншелин, нам много сложнее, потому что у нас русские эфиры только по понедельникам, но обязательно мы еще увидимся. Господин Анна Карабчанова, приглашайте чаще. Спасибо большое за идею, госпожа Николаевна. Ваше мнение о сегодняшних альтернативах или альтернативе? Во-первых, я желаю, чтобы платформа социал-демократов очень быстро начала говорить не просто, если социал-демократы придут во власть, а когда социал-демократы придут во власть. Вот это мое искреннее пожелание. Или как только. Или как только они придут во власть, да. Уж точно я не согласна, конечно, с тем, что журналисты, во-первых, виноваты, в первую очередь, виноваты во всем, что творится, если даже, может быть, не в последнюю очередь. И еще, знаете, в американской тюрьме провели опрос уста заключенных. Их спросили, вы хотите, чтобы жить в тюрьме, которая с мебелью или без мебели? 99 заключенных сказали, что они хотят жить в тюрьме, которая с мебелью. Один заключенный сказал, что он хочет жить на свободе. Вот я нашим избирателям, гражданам, которые нас смотрят, я им желаю следующее. Пусть каждый из них почувствует себя вот этим одним человеком, который постарается увидеть что-то за забором нашей вот этой политической, так образно говоря, тюрьмы. И увидеть, что есть и другие альтернативы политические, которыми они смогут воспользоваться. И я очень хочу, чтобы наши избиратели стали умными, чтобы их никто не обдурил, и честными, чтобы их никто не купил. Спасибо вам большое. Желаю вам удачи, как и всем другим политическим альтернативам Молдовы. И только небольшое замечание господин Леводару. Вы абсолютно правы, когда говорите, что мы живем в условиях, когда олигархи контролируют все, в том числе масс-медиа и так далее. Практически невозможно пробиться. Это во многом так. Но все-таки при всех этих условиях последние годы показывают молодые честные лидеры в гражданском обществе, либо в других областях. Они, если что-то делают честно, открыто, и при этом никогда не обманывают людей, для которых они это делают, все равно они как-то пробиваются наверх. И таких людей мы можем перечислить, ну, не знаю, минимум пятерых можем сейчас назвать. Последние, кого мы обсуждали, Серджито Филат или Иоанн Штифаница. Ребята молодые, толковые. И партии ходят сейчас и ищут, просто в очереди стоят, потому что им такие люди нужны. Значит, все-таки можно. Мы их приглашаем, мы заведем с ними переговоры, кстати. Ну, попробуйте их убедить. Кстати, вы тоже. У нас есть приглашение. Вам удачи желаю, мы еще обязательно увидимся в этой студии. Мы продолжим цикл программ, посвященных политическим альтернативам. Политическим альтернативам. Дай бог, чтобы от этого нам стало жить легче. Увидимся завтра в 21.00. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»